И теперь об индексации. Величина минимального размера оплаты труда с 1 января выросла на 5,5%, а сумма материнского капитала – почти на 18 тысяч рублей. Какие еще изменения вступили в силу с начала года, расскажет Александра Литкова. С 1 января вступили в силу поправки, внесенные в трудовой кодекс. Речь идет о дистанционной занятости. Изменения дополняют существующие правила взаимодействия работодателя и работника. Конкретная продолжительность рабочего времени, временная или постоянная, прописывается непосредственно в трудовом договоре с работником и работодателем. При этом временная занятость может чередоваться периодами, быть определенными. Конкретный порядок определяется в самом трудовом договоре или издается локальный акт работодателя. То есть работодатель должен принять локальный акт о том, каким образом он будет заключать трудовые договоры о дистанционной работе с работниками. Режим труда работник сможет устанавливать по своему усмотрению. При этом время общения с работодателем включается в общее рабочее время, а зарплата остается прежней. Все необходимое оборудование и ресурсы для удаленной работы сотруднику должен предоставить работодатель, а также возместить иные расходы. При этом работник может использовать и свое оборудование для проведения дистанционной работы. Но работодатель должен оплачивать данному работнику компенсацию за приобретенное оборудование, программное обеспечение, а также возмещать расходы, связанные с использованием такого оборудования. Ну, например, оплачивать подтвержденные сотрудникам расходы на интернет и мобильную связь. Величина минимального размера оплаты труда в этом году составит 12 792 рубля. Кроме того, порядок расчета МРОД был изменен, и теперь его считают от средней медианной зарплаты за прошлый год. По сравнению с 2020 годом, минимальный размер оплаты труда увеличивается на 5,5%. И ежегодно он законом будет пересматриваться. В Ненинском автономном округе действует соглашение между администрацией, органами государственной власти Ненинского округа, объединениями работодателей и профсоюзами. И в соответствии с этим соглашением, минимальная заработная плата в Ненинском округе, она соответствует минимальной заработной плате в Российской Федерации. Страховые пенсии с 1 января проиндексированы на 6,3%. При этом прибавка зависит от размера получаемой выплаты. Индексации подлежат также пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Средний размер составил по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года 27 858 рублей. То есть пенсии у нас к выплате подлежат для неработающих пенсионеров. Те граждане, которые работают, получат индексацию только после увольнения. Также с начала года почти на 4% вырос размер материнского капитала. Его сумма составляет чуть больше 480 тысяч рублей. Размер доплаты при рождении второго ребенка составит почти 160 тысяч рублей. Если первый ребенок был рожден до 2020 года, а второй появится в этом году, то для таких семей материнский капитал сразу устанавливается в размере 639 431 рубль. Александр Литкова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.